О войне Путина против своих же граждан, о репрессиях Кремля и не только, говорим далее с нами на связи Алексей Марановский, адвокат, представитель съезда народных депутатов России. Алексей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот смотрите, мы с вами не можем не пообщаться и на эту тему, ну а также не можем обойти вниманием ту историю, которая связана с мятежом Евгения Пригоржина, да, вот этим... Марш справедливости. Вредательством, да, соответственно, но и Путин также обращался по этому поводу. Вот давайте с этого и начнем. Он назвал вооруженный мятеж Евгения Пригоржина отступничеством от своего народа и ударом в спину. И при этом Путин сравнил эту историю с событиями 1917 года. Давайте услышим и продолжим общение. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением. Разрушением армии и распадом государства. Ну, Алексей, давайте ваша точка зрения на то, что происходит, какие выводы, возможно, вы можете сделать. Ну и так, знаете, нервничает Владимир Владимирович. Вот прям вот, знаете, невооруженным глазом видно, что вот что-то там таки зашевелилось. Да, обычно он как бы от всей участи он пытается избежать, как бы сохраняя молчание, когда возникает какой-то кризис. И вот якобы кормчий должен выступить, а тут пришлось выйти и рассказать. Хотя, знаете, вот такая примечательная вещь, при том, что он говорил о предательстве. Не назвал фамилии. Да, Пригожина он не назвал. Но есть реакция, я просто, простите, должна дополнить. Путин сделал неправильный выбор, тем хуже для него, это свеженькое. Скоро у нас будет новый президент вагнеровцы. То есть вагнеровцы это восприняли на свой счет. Ну, Пригожин, соответственно. Ну да, Путин уже в стадии, знаете, не могу молчать. Вот не может молчать, пришлось ему выступить. При этом он как любитель истории, ну правда, альтернативные истории, он как-то выводы совершенно не сделал. Вот там про войну, про вот это все. Ну так он сам развязал войну, в результате которой падение царизма-то и произойдет. И я уж не знаю, мы-то его отдадим, конечно, в Гагу, если доберемся раньше до него, там, Легион России, Свобода России войдет в Москву. Но если раньше доберется Пригожин, то вполне себе судьба Николая II, расстрел в подземельях где-нибудь, вполне не исключено. Поэтому, ну да, исторические нарративы, они имеют свойство повторяться в России, но, как мы видим, кремлевские обитатели никаких выводов из этого для себя не делают. Это делают выводы те, которые воюют сейчас в Украине. По крайней мере, они так представляются. В записанном видео то, что ты делаешь, я цитирую, мы полностью поддерживаем. Если что, шуми, в любое время придем, нецензурная лексика этих тыловых крыс. Только циркани, мы будем, воющее в Украине, вот, армия или кто они. Ну вот, по шевронам не могу распознать. Также появилось видео якобы где-то в Подмосковье. Говорят, значит, рублевка, значит, мы идем, мы сейчас в Агреновце подъедут. И тоже пытаемся сейчас распознать, что это за шевроны, кто уже как бы в поддержку. Я так понимаю, это было заблаговременно, возможно, организовано. Тут, кстати, тоже свои соображения по этому поводу. Вы скажите, как это долго, возможно, готовилось или нет. Потому что Пригожин, ну, по дороге к Кремлю, к Москве, пишет о том, что то 80, то 50 человек к ним присоединяются. А теперь говорится о 180 присоединенных. Ну, я не знаю, возможно, конечно, что-то преувеличивает цифры. И вот собирается такая себе неплохая военная кампания. И тут что интересует? Не соберется ли это потом, это глобальная кампания, это я уже так заглядываю наперед, значит, там, госпереворот, Путина, условно говоря, нет, возможно, во главе уже там Пригожины и так далее, и тому подобное. Что дальше? Они пойдут и будут дальше воевать с Украиной, добиваясь каких-то там целей, я не знаю, поставленных еще в СВО, Путином, так называемом СВО, конечно же. Или же они успокоятся и будут наводить в порядок, условно говоря, да, потому что назвал Пригожин марш справедливости. Разберутся там внутри или это будет продолжение войны? Марш справедливости Пригожина очень напоминает марш на Рим Бенита Муссолини 22-го года, когда он точно так же со своими черной рубашечниками стартовал на столицу Италии, и там в результате получил политические преференции, назначение в кабинет министров и так далее. Не исключено, что ситуация может каким-то образом повториться, хотя, скорее всего, конечно, Россия далеко не Италия, и там, значит, в Москве все будет более кроваво. Поэтому, ну, посмотрим. Естественно, нужно всегда уж, если начал вооруженный переворот, надо идти до конца. То есть пойдет он сейчас до Москвы. Я думаю, знаете, Пригожин очень внимательно слушал эфиры «Фридема» и заявление «Легиона» о том, что мы собираемся идти на Москву. Но мы, правда, рассчитывали на этот поход, когда Крым начнет освобождаться украинской армии. Ну, Пригожин посчитал, что он уже сейчас готов осуществить наш план. Ну что ж, посмотрим, как у него это получится. Заодно, значит, поучимся на его ошибках. Наверняка там будет много всего интересного в этом противостоянии «Жабы и Гадюки». Ну, ситуация будет развиваться и дальше, да. Я просто уточню. 180 российских военнослужащих, да, они якобы сдались в плен Вагнеру. Ну, и такой себе погранпереход Бугаевка какая-то об этом сообщает. Вот. И среди тоже отступивших, в том числе силовики, они отказались препятствовать действиям Вагнера. Вот. Как вы оцените... Это, кстати, то, о чем я говорил. Глобальность этих... Да, поддержки Вагнера какая она, насколько глобальная будет. Это вот то, о чем мы все время говорили, что когда «Легион» пойдет на Москву, силовики будут делать пить, что они не получили приказ, там, смотреть, чья возьмет и так далее. Потому что против силы им никакого желания сопротивляться нет. Это вот безоружных этих митингующих они могут побить с удовольствием. Это они профессионалы. А когда люди с оружием, будь то Вагнер или «Легион свободы России», когда пойдет свой освободительный поход, эти сразу все. Мы тут не при делах, мы это самое вот просто там служили. Поэтому тут ничего удивительного. Возможно, вот в Москве что-то интересное, конечно, будет. Там копались все бонзы, которым есть что терять, конечно, и там вполне сопротивление возможно какое-то. Но Пригожин-то тоже понимает, с чем имеет дело и понимает, сколько у него штыков, сколько против него выставят. Раз он начал этот освободительный поход или, не знаю, какой у него марш справедливости, да, поход справедливости, иначе он рассчитывает, что сможет вывести. Ну окей, пожелаем удачи обоим сторонам, обеим сторонам, да. Алексей, а по вашему мнению, да, есть вот данные, в частности, вот британская разведка. Ну и в целом, да, многие комментаторы предполагают, что скорее всего, если даже вот Евгений Пригожин как бы и пойдет, да, вот на Москву, то все равно об этом он будет заявлять и придерживаться вот этой позиции. Как вы расцениваете, вот знаете, такой вариант развития событий, что столица, столица будет одной из ближайших целей? Ну, конечно, Москва самый лакомый кусочек. Пригожин это про деньги, денег в Москве много, там, конечно, потрошить гораздо больше кого есть, чем в том же Ростове или Воронеже. Ну, не получится в Москве, отступят назад, там вот, хотели же они Новороссию сделать или там Юго-Россию. Ну, вот на территории Воронежа и Ростова вполне у них может получиться прекрасная Юго-Россия. Но, как бы, это не отменяет того, что легион сейчас, свобода России, внимательно следит за происходящими событиями и еще скажет свое слово. Просто надо так внимательно рассчитать момент, когда в эту игру вступит еще одна настоящая уже освободительная сила. Мне еще вот стало интересно, что же в это время делает Лукашенко, пока Путин там речь пишет или репетирует или записывает. Так вот, самолет, которым пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, вылетел ночью из Минска. Вот, об этом пишет, значит, со ссылкой на данные о маршрутах полетов Радарбокса, пишет портал reform.by. Ну, и новость опубликовала также независимое онлайн-издание «Зеркало.ИО». Естественно, это, ну, пока еще не подтверждено, но вот проследили люди за первым бортом Лукашенко. В семью, возможно, а вылетел, кстати, в Бодрум, в Турцию, вот сообщается. И этим самолетом пользуются белорусские топ-чиновники, члены семьи Александра Лукашенко. Ну, может быть, это запланированное лето все-таки, отдых в Бодрыме или же нет? Как вы считаете? Я думаю, Лукашенко Эрдогану сейчас рассказывает, откуда на Беларусь готовилось нападение. Нашел, что называется, свободные уши. А если серьезно, ну, в Москве светит Путин, Лукашенко нужны новые друзья. У нас с давних времен многовекторную политику ведет. Вот сейчас с помощью турецкого посредничества, если ситуация качнется не в пользу Путина, это вполне вероятно, Лукашенко начнет уже давно рассказывать, что я, вот видите, из последних сил сдержался, чтобы не вступить в войну, сдержал свою армию. Так что Лукашенко, он еще хитрый, он долго будет пропетлять между капельками. Так что я не удивлен, что он сейчас находится как раз в зарубежном турне, там, где можно с кем-то о чем-то подоговариваться на будущее без Путина. Алексей, давайте далее с вами обсудим еще вот такую позицию. В главном управлении разведки, да, Минобороны Украины прокомментировали события в России, также поход Пригожина, по сути, против Шойгу, но и мы можем это оценивать, как и против самого Путина. В комментарии РБК Украина, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечает, что прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которое является прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины. Минобороны Украины также отметил, что противостояние в стране является признаком краха правящего режима в России. А как вы оцениваете, да, есть вот это вот, то событие, которое нам говорит о том, что действительно это кресло под Путиным расшатано очень сильно? Да, шатается. Он раз вышел перед камерой, там, дрожащим голосом, пытался показать, что он все еще управляет ситуацией, но все уже понимают, что ситуацией управляет не он. Он может только каким-то образом пытаться реагировать. То есть, когда Пригожин уже занял Воронеж, Путин обещает навести порядок в Ростове. Ну окей, так пока он будет наводить этот порядок, Пригожин уже подойдет к Москве. Это скорость реакции московского, значит, руководства, но все время мы видим наглядно, как это происходит. Поэтому, да, трон шатается, и Путин до последнего будет уверен, что все под контролем, но мы уже видим, что это очевидно не так. Ну вот, собственно, упомянули Лукашенко, и также мы перед вами общались тоже с одними из наших экспертов. И как раз была тема о Казахстане, Кыргызстане, как они могут отреагировать на происходящее событие в Российской Федерации. Конечно же, там пока в замешательстве, кроме того, как МЗС, по-моему, Казахстан сообщила своим гражданам удержаться, значит, находиться близи границ с украинским государством. Ну якобы там предупредили о том, чтобы граждане Казахстана позаботились о своей безопасности. Вот, но пока больше никаких реакций нет. Но мне так вспомнилось, конечно же, как Джамартакаев обращался к ОДКБ в свое время, тоже контртеррористические операции производил. И тут, как вы думаете, Путин прибегнет к ОДКБ, потому что вот Лукашенко тоже его страна, Беларусь является участницей этой организации. Дабы подавить мятеж, каким страну, как вы думаете, обретится Путин, чтобы подавить мятеж, который сейчас происходит в Российской Федерации? А ведь Пригожин уже где-то там приближается к Москве. Ну все эти ОДКБ, это такая, знаете, шарашкина контора, это на самом деле способы легализации российских войск на территории других стран. Как раз таки для подавления там революции в странах СНГ, а не наоборот. То есть я не представляю себе ни там армянских десантников, ни казахстанских там спецназовцев, которые прилетят в Москву спасать Путина. Это такая очень интересная версия, но едва ли. Скорее всего, все-таки во всех постсоветских странах сейчас в столицах лидеры сидят вот с попкорном и там наслаждаются процессом. Потому что если Путин слетит, тот же Казахстан, он гораздо более заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Китаем. А там другие страны с другими рынками, там та же Турция и европейское сообщество в конце концов. Поэтому я не думаю, что Путина кто-то будет спасать. Избавиться от сумасшедшего деда это в интересах вообще всех. И российских элит, и зарубежных стран элит. Поэтому я думаю, тут он уже в одиночестве встретит свою политическую, а может быть и физическую смерть. Давайте в продолжение нашего разговора еще вот такую позицию с вами обсудим. Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, похоже, решился на вооруженный мятеж, чтобы добиться смены руководства Минобороны Российской Федерации. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны. Но по мнению аналитиков, восстание Пригожина вряд ли увенчается для него успехом. Также в институте отмечают, что мятеж главы Вагнеровцев является кульминацией его кампании по сохранению контроля над своим военным подразделением. Алексей, ну смотрите, вот у меня возникает вопрос, а как вы считаете, много ли будет желающих среди представителей силового блока, разных, и Минобороны, да, в целом вооруженных силах Российской Федерации, там представители Росгвардии, которые, да, вот, они появят желание присоединиться к самому Пригожину и к самим Вагнеровцам. Вот избрать их сторону вот в этом противостоянии. И тут, простите, добавлю, что Пригожин призвал вот только что скинуть Путина, поскольку спецоперация пошла не по плану. Ну а в Кремле огласили план парахопления, да, как бы по-русски не могу вспомнить, но вот перехват, да, простите. И вот впервые в истории ввели режим контртеррористической операции в Москве. Это как вдобавок. Вот я как раз хотел сказать, что, да, начиналось это как операция Пригожина против Шойгу, но после того, как ФСБ возбудило уголовное дело на него, после того, как выступил Путин и однозначно назвал их предателями, а не защитниками, значит, Отечество, после этого Пригожину уже ничего не остается, кроме как тоже поднимать ставки. И теперь он уже идет ва-банк и против Путина тоже. В таком раскладе, ну вот, армия старается что-то саботировать, как-то уклониться. Кто не может там уклониться от исполнения приказов, будет куда-нибудь стрелять и не попадать. Росгвардия, в принципе, это вообще такое пятое колесо. Это внутренние войска, это, знаете, митинги охранять, футбольные матчи. Ну там что-то есть, но они тоже будут выжидать в основном. Вот ФСБ, да, вот они сидят и чешут репу, что же им делать? И, скорее всего, они очень, все-таки, спецслужба, большой опыт, они разложат яйца, значит, в разные корзины. Часть будет поддерживать Путина, часть будет поддерживать Пригожина, а часть будет сидеть и смотреть, чья возьмет. Так, чтобы в любом случае остаться при делах, при игре, при любом раскладе. Это вполне себе в их духе. Поэтому тут все будет зависеть от решительности тех людей, кто готовы идти до конца, кто готовы стрелять, кто готовы проливать свою чужую кровь. Пригожин, со всей очевидностью, это готов. Есть ли у Путина войска, которые будут насмерть стоять за него? Ну, посмотрим. Все считают, что Рамзан Кадыров большой такой путинец. Но вот как раз сейчас не исключено, что Рамзан Ахматович поймет, что самое время сейчас возвращаться в Грозный и делать независимую Ичкерию. Поэтому останутся ли у Путина какие-то боевики, которые будут за него грызть глотки, большой вопрос. Вполне возможно, что ставка элит сыграет уже не в пользу уходящего Путина, который уже, очевидно, теряет и политическую хватку, и физически уже достаточно жалко выглядит. В этом отношении Пригожин для них может показаться более выигрышной ставкой. Ну, посмотрим. Пока что Кадыров молчит, что-то я так пытаюсь мониторить, но молчание. Ну и тут интересный момент тот, что он же, как бы, Кадыровцы подписали контракт с Минобороны. То есть Кадыров будет поддерживать отдельно Шойгу. Тут насколько раскол Путина и Шойгу произошел. И тут непонятно, кто кого будет поддерживать. Но пока молчание. И еще что пока известно, что ЧВК Вагнер зашли в Воронеж и на подступах к Краснодару и Волгограду. Никто им не оказывает никакого сопротивления. Это РосСМИ сообщает. И уже появляется даже видео с общественного транспорта. Люди утром куда-то там едут по делам. И они снимают, значит, военные колонны. Военных тут тоже я не берусь утверждать, что это именно вагнеровцы. Просто военные люди в форме. И цитируют. Они нас не застрелят. Вот. В Воронежской области тревожно. Ну вот. А тем временем ожидают в Москве этот весь мятеж. И там начали даже убирать баннеры с рекламы ЧВК Вагнера. Вот в фабликах есть видео. Можем посмотреть, как быстро там реагируют на все события. Снимают вагнеровские рекламы. Ну как бы думают, что быстро люди забудут. Или чтобы уже не вступали в ЧВК Вагнер. Непонятно, для чего это делается. Что это даст. Ну и ждут, конечно же, оцепив область московскую. И вот столица Российской Федерации в ожидании. Как вам видится, насколько сильно это кольцо, которым защищают, пытаются, по крайней мере, защититься от вагнеровцев. И согласны вы с аналитиками Института изучения войны, которых мы только что цитировали, о том, что не получится у Пригожина ничего. А вы как видите? Кольцо вокруг Москвы, оно такое же мощное, как и зубы дракона в Белгородской области, через которые Легион свободы России и РДК ходили. Да, вот на бумаге у них там все построено, везде крепость. А на самом деле, вот как сейчас быстро снимают плакаты Вагнера, так же быстро будут снимать плакаты Путина. Когда ситуация немножко покачнется, и там очень в Москве хорошо нос по ветру держат и ориентируются, какие плакаты снимать, какие вешать. Поэтому нет, я думаю, что штурм вполне я ожидаю со стороны Пригожина Москвы, насколько он будет удачным. Но тут я уже повторюсь, болеем за обе команды. Чем больше ущерба они друг друга нанесут, тем слабее будет российский потенциал для продолжения агрессии в Украине. Ну, собственно, нам это и самое главное. Значит, пускай они там друг друга переубивают, чем больше, тем лучше. Очень важно понимать, как же российский народ поддерживает вообще все то, что происходит, чтобы наконец война побыстрее закончилась. И этот мятеж им, как говорится, на руку, потому что с осторожностью он не наблюдает все, что происходит. Вот как думаете, после этих репрессий, насколько они уже смогли стать тем же недовольством нарастающим? И вот тут Пригожин со своим мятежом, скажем так, тем триггером встанет для российского народа, чтобы, я не знаю, присоединиться, поддержать или наконец-то в открытую сказать «Путин, уходи». Ну, народ, естественно, будет с большим удивлением и интересом следить за этими всеми событиями. Но мы в любом случае советуем, когда не знаете, что делать, берите коктейль Молотова и сожгите ближайшее отделение милиции и военкомат. Хуже не будет. А может быть, будет лучше, и война быстрее закончится. Тут как бы ни власть, ни права, ни свободу не дают. Ее только берут. Поэтому вот Пригожин активно, игрок такой, у него что-то может получиться, может нет. Если сидеть и ждать, то ничего само не случится. Золотые слова. Включайтесь в борьбу, дорогие россияне. Субтитры сделал DimaTorzok